Субтитры делал DimaTorzok Но превратить саму борьбу героя-одиночки против зла в бесконечный эффектный поединок, завораживающий кинематографичностью боевых приемов и бросающий вызов не только прочности джойстика и быстроте геймерских рефлексов. Тактика и продуманность боевых действий гарантировала выживание в мире DMC вернее, чем барабанная дробь по кнопкам. Каждый выстрел из пистолета, каждый удар меча не просто наносили урон, их красочность и стильность превращала любую стычку в шоу невероятных, да что там невозможных каскадерских трюков. Чистый адреналин и олицетворял его главный персонаж, нахальный и бесстрашный охотник на демонов, Данте Спарда, не упускавший случая сыграть на зрителя, отпустить язвительную реплику в адрес врага или покрасоваться с оружием. Киношная крутость сына Спарды изрядно поистерлась за последние три года. После неудачного сиквела и эпизодических ролей в других играх, Данте превратился в тот стереотип героя, который сам же Capcom отправила на задворки истории. Картонный воин с болезненным обострением серьезности, прорубающийся через ряды мишеней. Подобно алхимикам, разработчики Devil May Cry 3 должны были не только воспроизвести формулу любви, сделавшую первую игру серии столь притягательной для геймеров, но и попытаться вдохнуть новую жизнь в монументальный памятник революционным идеям – Devil May Cry. Эскопада графа Калиостро или же настоящее чудо? Мрачные разрушенные улицы, вульгарные бары и готические залы собора, который скрывается в сердце гигантской башни, черной тенью возвышающейся над городом. Среди интерьеров DMC-3 нашлось место и пейзажам урбанистических легенд, и ожившим иллюстрациям средневекового представления об апокалипсисе. Необычайной красоты каменное кружево и уродливый, исковерканный злом фигуры монстров. Художники Capcom выложились полностью, добившись крайне высокой детализации игрового мира. Не отстают от городских красотпиэффектности и сюжетные ролики, сопровождающие начало и конец каждой миссии. Пусть история бодрого уничтожения демонов в боях лицом к лицу и не может похвастаться разветвленностью сюжетных линий, а эмоций персонажей порой картинно преувеличены а-ля голливудский боевик, интригующих эпизодов предостаточно. Пройти миссию подстегивает не только любопытство к прошлому Данте, но и желание посмотреть на других персонажей. Что еще выкинут? Какими трюками удивят зрителя? Одним словом, далеко не DMC-2, поражавшая разве что общим несоответствием с событиями DMC. Боевая система Devil May Cry 3 не просто хороша, а на манер главного героя превращает привычные трюки в такие кульбиты, что дух захватывает. В файтингах доступный арсенал спецатак, доступность держать удар или лихо уворачиваться, позволяют игроку оценить, насколько персонаж подходит его личному стилю игры. Жанр экшен куда беднее на подобные кастомизации и списки участвующих бойцов. Разработчики Devil May Cry 3 нашли более оригинальный способ поощрения индивидуальных подходов к охоте на демонов. Систему стилей, схожую с классами RPG-шных персонажей. Всего стилей шесть, из них два скрытые. Выбор того или иного стиля позволяет Данте получить уникальные способности, которые оказываются серьезным подспорьем в избранной тактике. Полагаешься на быстроту и верткость? Выбирай стиль Trickster с приемами бега по стенам и молниеносными скачками. Нравится держать врагов на расстоянии? Gunslinger эмулирует героев Дикого Запада с их фантастической стрельбой. Swordmaster и Royal Guard две стороны мастерского владения мечом. Сокрушительное нападение и глухая оборона. Экспа, зарабатываемая в ходе битв, идет на апгрейд активизированного стиля. Впрочем, заявленная свобода выбора реализуется не всегда. Эффективность стилей не в последнюю очередь зависит от тех врагов, против которых применяется. А ориентированность практически всех схваток на выявление уязвимых мест противника и выживание в те моменты, когда враг переходит в наступление, вынуждает играть более осторожно, чем рисует воображение при выборе стиля. К исходному вооружению Данте, типичному фэнтезийному мечу Rebellion и парным пистолетам Ebony и Ivory, добавлено еще 8 эффектных и просто экзотических образчиков оружия дальнего и ближнего боя. Не зря многие из них зорко охраняются боссами. У каждого свой радиус поражения, скорость и убойная сила. Свой индивидуальный набор спецатак, как доступных к применению, так и покупаемых за универсальную валюту Devil May Cry. Красные сферы. Red Orbs. Привязка спецатак к клавишам крайне удобная для быстрых действий, которых требует от игрока Devil May Cry 3. Комбинации из самой-самой базуки и наиболее нужных приемов, способные превратить любое прохождение в унылое следование раз и навсегда в выученной схеме действий, не существует. К экспериментам располагают как враги с различной тактикой боя, так и окупающаяся урожаем красных сфер система оценки стильности боевых действий. От кличий Stilish Absolute первого Devil May Cry, ранжировка третьего отличается визуально наглядным поощрением техничности. Уровень стильности на небольшом счетчике поднимается и падает в зависимости от разнообразия использованных комб. А какие роскошные комбы позволяют выполнять мгновенная переэкипировка главного героя? Жаль, удивляться и шарахаться вражеский АИ не научен. Не удастся Данте собрать дополнительные очки за жонглирование одним щелчком горячей клавиши, припрятанной под плащом электрогитары и здоровенным мечом. Стратегическая кобура вмещает по два вида каждого оружия. Достать из виртуального сундука новую экипировку разрешается перед началом каждой миссии и уместных эквивалентов торговых автоматов. Диванити с тачью, не бездонны карманы горластого задиры. Увы. Будут ли раскрыты все спецатаки? Полностью освоены все виды оружия? Усовершенствованы боевые стили? 20 миссий, не считая секретных, не такой уж и долгий срок, да и переучиваться каждый раз под новый стиль боя. Не станет ли такая система стеснять игрока вместо того, чтобы окрылять на подвиге? На помощь приходит, как ни странно, не введение дополнительных миссий или интерактивный туториал с возможностью тренировок против разных вражин, а регулировка прохождения повышением сложности. Если раньше режим Easy Mode предназначался для нелюбителей ожесточенных драк, то теперь он символизирует собой первый уровень прохождения, наиболее подходящий для скудного арсенала Данты в начале новой игры. И пренебрегать им не стоит. В Devil May Cry 3 предусмотрено накопление опыта, разве что нельзя сэкономить время на постепенном проходе миссии. И все же, наиболее нормальный для Standard Mode герой уже далеко не стандартный охотник на демонов без приличного вооружения и боевого опыта. Когда действия персонажа четко подчинены командам джойстика и реакция на них практически незамедлительна, когда АИ врагов действительно вынуждают геймеров применять разные тактики, когда много именно видов оружия, а не наборов клонов спецатак, упор на техничность оправдан. И вместе с тем, Devil May Cry 3 ни на секунду не отступает от принципов, заложенных в первую Devil May Cry. Прежде всего, игра должна быть увлекательной. Нахальные и смешные выходки Данты, яркие эпизодические появления остальных героев, насыщенность действия, простые в исполнении, но невероятно эффектные атаки заставляют не просто с ностальгией вспоминать о той прежней игре, но стремиться пройти новую. Ради адреналина и, как и было обещано, невероятно стильного сумасшедшего экшена.